Простовники прокуратуры, Следующего комитета, милиции и банков провели сегодня у Гомеля межведомственную нараду. На парадку дня одно пытание – боротьба с киберзлочинностью. Об актуальности темы можно мерковать по такой личбе. У агульной структуры регистройной злочинности этот вид займает амаль 20%. С пропановами специалистов ознайомились наши корреспонденты. Еще в самом начале нарады окресливается ее главная задача – обменяться опытом и выпрацевать меры профилактики киберзлочинства. Это, правда, значная проблема. Если в 2019 году на Гомельшине было зарегистровано 1780 фактов махлярства, то лето с амаль вдвоем больше. В структуре киберпреступлений наибольший отдельный вес занимает преступления, связанные с хищением денежных средств, скоррщитов граждан. В 2020 году указанные преступления составили более 80% от всех преступлений в сфере высоких технологий. Максимальная сумма похищенных денежных средств превысила 40 тысяч рублей. Снять гроши из банковских рахунков злочинцы мкнутся не только у приватных особ. Достаточно часто под разными нагодами потребуют сродки с юридичных. Причем схемы подману постоянно удосконаливаются. Проблема так само в том, что часто махляры телефонуют с территории других стран. Данный вид преступлений носит трансграничный характер. Как правило, преступники находятся за пределами Республики Беларусь, что представляет определенную сложность в раскрытии и расследовании данного вида преступлений. В общей структуре преступности эти преступления составляют более 20%, что тоже не может не вызывать определенные опасения. С целью современного реагирования на складывающуюся ситуацию у нас предпринято, в Управлении Следственного комитета, ряд мер организационного и практического характера. Так, в частности, у нас увеличилась штатная численность профильного дела по расследованию данного вида преступлений. Особое внимание мы уделяем профессиональной подготовке следователей, введена специализация. Но и основной, на мой взгляд, способ предотвращения и нивелирования последствий – это профилактика. Поскольку, как я уже говорил, это преступление носит трансграничный характер, то проще предупредить, чем расследовать и передавать дело в суд. Об необходимости усмотрения профилактических мер и поширения методов работы с насильством сказали все удельники Межведомственной нарады. Среди пропонувств – творение социальных роликов для трансляции по телебачене и усмотрение информационно-тлумачальной работы на предприемствах и в научных установах. Утемлику – праздудосконаливание эдукационного процесса. По кольте мысу предстояния киберзлочинности у им отсутничая. А прежде того, банкам пропоновано сделать бесплатной и обовязковой для всех корыстальников такую послугу, как СМС о повышении, обзнятии сродков с рахунков. Особная размова – унесение изменений у законодавства. Отповедные рекомендации зараз выпрацовываются. Это дозволит больше оперативно реаговать на погрозы. Хоть и сами граждане не повинны страшивать пильность. Алексей Тюром, Марина Севриянова, Валера Игапанько, Теллерадо, компания «Гомель».